ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Машина ходит туда-сюда. Машина вообще ведет конкретно. Тут еще колея такая ебаная. Снег же выпал, сейчас минус два как раз его не тает. Сон еще один. В лесу лежит. Машину убили и поубивались. Скользко очень. Так, держись, она крепче. Крепче. Ты пересадываешь свои вещи местами? Ну так он видишь, видел аварию в воське. Тебе и пересказал. Просто переждайся. А он еще один улетел. Он справа валяется. Он вообще перевернулся. Здорово он ушел. Куда шум так летел? Разогнулся или тормозить тоже не может? Тут вообще ехать невозможно. Я говорю машину. Там вопроса не имеет. Чуть притормозишь и все. Таких подальцев нет шансов. Таких подальцев нет шансов. Когорку сейчас надо набирать. Не знаю. Вон сейчас надо поосторожнее вообще встать сюда поставить. Фуру разворачивает. Фуру разворачивает. Ага. Машина не тормозит еще. Пиздец. Машина вообще не тормозит. Все ушел. Останавливается уже. Так а второго так. Опасненько. Опа второго уходи снова. Так мы сейчас. Да никто на нас не идет чувака. Как и есть. Вот это вот шило конечно. Блядь. Перевод свой комплект. Термоснаж. Термоснаж. Как бы шварцам. Эти гранаты. Термосами. С коньяком. Горячий чай коньяк. Короче. Термоснаж. Термоснаж. Слева в лесу по-моему. Он достаёт его. Видимо. Какая? Шестая. 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 Вон в лесу. Что ж. А это еще не один. Что с собой забрал. Шестая. 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 Семь. Палки есть. Чего нас обгонял. Ха-ха-ха. Да. Кто то из них должен быть там. Не. Сейчас он будет. Ну нет. Полетен. Есть. У нас палки есть. Чего то нет. У меня. У меня связи нету. Что хотите быстрее что там идти. У меня палки тоже есть. У меня связи нету. Не могу подругиться. Идти за печь. Тут не то что бы завтра ехать. И сегодня буду доехать. Я требую. Если есть нормы... Какой потенциальный христованный с начала только этого года. Так что у нас эта чаша миновала. Какой он был? В мире же каждый день бьется кровь невинная. И в Европе, и в Ближний Восток, и в других странах. Наши спецслужбы пока достаточно эффективно справляются. Возвращаясь к безопасности метро в Санкт-Петербурге. В Москве все мы знаем установленные металлоискатели. Есть ли такие рамки в Санкт-Петербурге? На горку все собрались подняться. На горку чума я буду ждать. Чего не досыпали-то здесь? Сзади посыпки двери. Гурам ехать нехер. Куда они поедут? Они вот так же встанут, они не поднимутся на горку. А вот эти вот куда едут, как они будут объезжать там все. И нам главное не встать на подъеме. Вот это вообще пиздец. Кому обжать? Надо не торопиться вот здесь сейчас. А вот эти городские власти, если потребуется и федеральные, предпринимут все необходимые меры, для того чтобы оказать поддержку всеми владевших и пострадавших. Уже не нужно обещать? Нет, даже если там же нужно импульс. Даже если от часов электронных на таймере стоит, его тоже можно увидеть. Взрывы в сам петербургском метро стали первым терактором на территории России. А, ну нет. А, ну нет. Взрывы в Петербурге, это первая теракт на территории России за три года. Взрывы в сам петербургском метро стали первым терактором на территории России. Причем вот эти пугали внизу, да? Нет, они стоят, стоят. Потому что... Пугали внизу в Петербурге. Пугали внизу. Эх, ну нет. Они стоят. Эх, ну вот здесь не в Петербургом была, но на синим пегабе была. На синим пегабе. На синим пегабе. На все увлит. Да, наytyнатом, направленным против граждан России стало крушение рейса Шар-Мальшеих к Петербургу над Синайским полуостровом. Что касается Петербурга, то 4 февраля 2007 года у станции метро Владимирская Взрыв в цветочном ларьке. Пострадали 3 человека. Через несколько дней был взрыв в Макдоннессе на пресечении Невского и Ругенштейна. В результате пострадали 6 человек. В августе всего того же 2007-го из-за подрыва железной дороги произошла авария поезда Невский экспресс, шедшего из Москвы в Петербург. Мощность взрывного устройства составила до 2 килограммов тратимого эквивалента. Жертв не было, но травму...